стартовый капитал у меня был заработан на спорте да то есть когда говорили там я могу отчитаться были бизнесмены уже за каждый свой миллион кроме первого я могу за свой первый тоже читаться меня был там в то время наверно один из самых больших контрактов в мире в японию меня перекупили когда ты молодой спортсмен и все твои амбиции это то что достигнуть надо чего-то в спорте нужно победить прежде всего сначала тебе нужно победить кого-то потом ты понимаешь что побеждаешь себя и основной бенефит от этого это твой характер как там сила духа я очень увлекался и до этого и после востоком я уехал как бы на восток и собственно больше даже тяготел какому-то монашеству там и отречению от вот этой суеты мне было проще наверное но вот самый там мой в тот момент самый главный гуру сай бабы да я к нему попадал несколько раз на интервью вот он мне сказал что а тебе надо ехать в москву заниматься бизнесом ну и я тогда вот уже совсем сдался и решил что надо надо заниматься и пошел учиться потому что явно не хватало ни знаний ни навыков вообще ничего не хватало ни связи поэтому выбрал сразу достаточно сложный такой институт это я учился в кореннобыльском институте закончил мбей два года самая дальняя дорога начинается с первого шага то есть его надо сделать до чтобы хоть попробовать старшая сестра она занималась волосами для доращивания и подошла и говорит послушай вот хорошая очень идея мы таскаем вот помните там в 90-х годах вот еще как называли мешочек челноки значит волосы для из китая там из кореи для наращивания по тем временам по моему это 2000 по моему год или 2001 вложили по моему 100 тысяч долларов я уже не помню 120 тысяч и эта штука стала расти расти стало там по 20 процентов месяц росли там эти обороты и там наверное до 2006 2007 года росла сейчас оборот миллиард у нас была идея что мы должны создать такой как бы формат в котором мы вот придумали что четыре раза в год до будет меняться интерьер интерьер ну то есть есть внешние какие-то моменты которые там делают осень зиму там лето которые меняют то есть четыре через три месяца пришел уже в некое другое место и второй момент мы ушли от недельного меню к там к сорокодневным у нас вообще один из самых больших фондов благотворительных детский дом собственно так называется уже 15 15 лет и работа ведется на мой взгляд очень большая то есть очень хорошая команда которая работает с детскими домами выпускаем журнал по всем детским домам рассылается он проводим конкурсы там поэтически проводим олимпиаду раз два года такого по моему общения только в европе есть такие вещи все внутри это парк большой который мало того что сейчас когда закончится все эти работы уже уже на большой стадии уже проработать это все откроется для жителей сейчас вообще то есть новое строительство настолько рискованно что я просто никому не посоветую да потому что страновые риски огромные законодательно конечно наш закон не защищает бизнесмена никаким образом в основном отсутствие работы помогает успехом в гольфе это такое как бы продолжение спортивных историй это все вместе это медитация какая-то концентрация потому что одна ошибка в гольфе это сразу можно считать забыть о результате сейчас я просто думаю что качество жизни не изменится при там каком-то моем изменении допустим достижению этого миллиарда да ну никак не поменяется да поэтому стоит наверное больше там правильная задача по каждому из направлений которые есть то есть если это общепит то стоит задача в этом общепитии на какая-то долгосрочная там на 10 лет на 5 лет там среднесрочная если это девелопмент то сейчас столько краткосрочные могут быть стратегии и и и